Для тех, кому тоже надоела тема коронавируса, сегодняшний ролик, так как я активно вступаюсь за интересы евреев и категорично против антисемитизма, я считаю, что этот маленький народ с древнейшей культурой, конечно, недооценен, по крайней мере, в русскоговорящем сегменте в России колоссальный антисемитизм на всех уровнях. Такого нигде невозможно наблюдать, ни в Европе, ни в Америке, ни в других странах, только в России. Как всегда, ущербные люди, если вы вдруг не в курсе, они ищут причину своих бед не в самих себе, а в каком-то другом. И в данном случае, столетиями, так уж сложилось на России, всегда находят виноватыми именно евреев. Антисемитизм – это, к сожалению, болезнь. Я считаю, что это заболевание головного мозга, от которого достаточно трудно избавиться. Но если вы еще им не болеете, то мои ролики помогут вам приобрести иммунитет против этого заболевания, а еще и, может быть, кого-то из отъявленных антисемитов убедить в заблуждении их помыслов. Хотя мой личный опыт показывает, что если человек уже заражен антисемитизмом, то вылечить его фактически невозможно. Думаю, что им даже необходима эта ненависть для того, чтобы самим себе объяснить, почему они живут в говне. Великий Черчилль когда-то сказал, почему в Англии нет антисемитизма. Он ответил, потому что мы, англичане, не считаем себя тупее евреев. Ну вот, видимо, россияне, так как у них повальный антисемитизм, они считают себя тупее евреев и предполагают, что этот народ, который составляет меньше 1% населения, уже давным-давно, это буквально несколько тысяч на всю страну, продолжает по-прежнему ими руководить. Или всегда ими руководил. Или по жизни имеет этих русских как хочет. В общем, это на выбор самих русских. А для тех, кто просто, как и я, интересуется историей, интересуется различными народами, давайте поговорим сегодня о празднике Песах. Или по-русски переделанное слово Пасха. Что на самом деле обозначает это слово. Почему евреи праздновали Песах. И можете потом сами ответить себе, правомерно ли празднование Пасхи в том виде, в каком празднует этот праздник православная церковь. Я уверен, что в большинстве своем, даже не понимая истоков этого праздника, смысла его, переделав в этом празднике вообще все, что можно переделать. Это удивительная способность христиан, в данном случае православных, перенять большинство еврейских праздников, как и, конечно, желание их поклоняться еврейскому парню по имени Ешуа. При этом всячески отодвигаться от евреев иудаизма и не признавать, что, собственно говоря, их религия базируется на еврейской торе. Тора, если вдруг кто-то не в курсе, это закон Ура, то есть это закон, которому евреи следуют, судя по всему, уже по меньшей мере 3,5 тысячи лет, как они сами считают. Тора вошла в канон Библии, то есть то, что называется Ветхим Заветом, это и есть свободный перевод Торы. Почему свободный? Потому что, по сути, Тора не переводится ни на какие другие языки. Если вы хотите понять суть этого текста, то необходимо в любом случае сначала изучать еврит, а затем читать этот исторический документ обязательно на языке оригинала. Если вы вдруг захотите, кстати, к слову, например, штудировать теологию, вы обязаны будете изучать вместе с латинским еще и еврит. Это необходимое условие. Ровно потому, что так называемый Ветхий Завет необходимо изучать на родном языке. Ибо еврит, как и, кстати, немецкий, не переводится буквально на русский язык, только приблизительно по смыслу. А так как еврит относится к эссимитской группе языков, где построение слов и смысловая нагрузка имеют совершенно другое значение, чем в русском языке, поэтому и переводить можно только приблизительно свободно интерпретируя текст. Я, например, категорично не согласен даже с самим словом Ветхий Завет. Завет не может быть никак Ветхим. Не знаю, задумывались ли вы об этом, потому что Завет – это договор между Богом и евреями, он никак не может быть старым Ветхием обветшалом. По сути, Завет или договор, который Бог, по мнению верующих евреев, заключил с самим еврейским народом, это был вечный договор на веки вечные, да, и с тех пор никто этот договор не разрушал, поэтому правильнее было бы назвать первую часть Библии в Ветхий Завет. Ну а дальше Евангелие – это уже жизнеописание Иисуса Христа. Вернемся, тем не менее, к Песоху. Я, кстати, никогда не мог понять такой особенности русских и некоторых других языков, когда слово берется, а затем оно почему-то переделывается на русский манер. Ведь русский язык – это довольно богатый язык фонетикой, да, в смысловой составляющей. Там очень много пробелов, я делал много роликов, бестолковый русский объяснял, почему он бестолковый, то есть нет толкующей слова. Но фонетически русский человек может повторить, по сути, любое словосочетание и фактически все звуки. Поэтому непонятно, почему нужно говорить Пасха, а не Песох, как положено, или, например, почему нужно говорить Моисей, а скажем, не Моше, как нужно говорить, да. Вот Моисей – это основной персонаж Песоха, по-еврейски он будет звучать Моше, и это не просто имя, это имя, имеющее значение. Моше – это в буквальном переводе обозначает спасенный, вытащенный из воды. Если вы помните легенду о Моисее, когда он родился в еврейской семье, евреи тогда находились в рабстве у египтян, когда был издан указ убивать еврейских младенцев, его мать, положив его в колыбель, пустила по реке Нил, и в этот момент недалеко от этого места сестра фараона купалась в реках Нила, они поймали эту корзинку, красивый ребенок, сестра была бездетна, и она решила воспитать сама этого мальчика, взяла его во дворец, он был воспитан в лучших традициях фараонской семьи, и даже претендовал на самые высокие посты. Ну, в общем, это известный библейский сюжет, описанный и показанный в фильмах множество раз. Так вот, Моше или Моисей – это не только тот, кого вынули из воды, но и тот, который, в свою очередь, вынул, вытащил весь еврейский народ из Египта. Вообще, все в Библии очень метафорично и символично. Еврейский народ рождался как народ именно в момент выхода из египетского рабства. По сути, Бог открылся по Библии Авраму, первому человеку, который перешел из состояния обычного человека в состояние еврея или еври, что значит «перешедший на другую сторону». Многие даже не знают, что значит слово «еврей». Некоторых буквально прям трясет от одного только этого слова. Ну, если бы они знали, что еврей просто обозначает «перешедший на другую сторону». У каждого человека на этой земле есть возможность стать евреем. То есть, неважно, какого вероисповедания, но если он обязуется следовать Торе, то есть, жить по закону еврейского народа, обрезаясь, если это мужчина, человек переходит на другую сторону, то есть, становится евреем. Так вот, первым евреем был Аврам. Он сам не был рожденным евреем. Понятно, он был первым, кто обрезал себя и обрезал весь дом свой. Ну, если вам знаком, немного хотя бы библейский текст. Дальше у Аврама был сын Исхак. Исхак родил и Якова, и Исафа, и так далее. Но все это зарождение еврейского народа. Все это было до Торы, до закона. А вот для того, чтобы весь народ понял эти откровения, увидел, так сказать, чудеса Бога, вот для этого считается, был выведен народ целиком, был выведен из Египта и следовал в землю обетованную. Следовали они, естественно, за вот этим выводящим или вытаскивающим народ, за Моше, за Моисеем. Дальше, наверное, многие из вас видели фильм о знаменитых десяти египетских проклятий, которые свалились на Египет, когда Моше требовал, чтобы его народ отпустили. То, что их произошло десять, это тоже имеет символичное значение. Вообще у евреев каждое число, в принципе, оно имеет какое-то значение. Но фараон упорствовал. И вот последним из проклятий, после которых уже фараон не выдержал и отпустил этот народ, это было, конечно, убийство каждого рожденного первенца в этом месте. И так как смерть, идущая, должна была каким-то образом отделить еврейский божий народ от жителей остальных народов, проживающих в Египте, то тогда и было принято и сказано Моше, чтобы они убили какое-то маленькое животное, ягненка, козленка и помазали кровью свои косяки дверей или двери, для того, чтобы смерть, видя эту кровь, проходила мимо и не трогала, соответственно, семьи евреев. Евреи ровно так поступили, их дети остались живы, во всех остальных домах погибли первенцы, неважно, там, новорожденные или это были уже злостные мужчины, старики. В общем, погибло очень много народу. И тогда, по библейскому сюжету, фараон разрешил им уйти, исчезнуть с этой земли, ибо они уже не могли справляться с тем наплывом несчастий, которые им пришлось до этого пережить. И евреи в такой спешке собирались и так быстро бежали из этого места, что, вот как говорит еврейская традиция, они даже не успели замесить свой хлеб. То есть, ну вот хлеб, если вы знаете, его замешивают там при дрожжах, опара ставится какая-то, да, или как-то это закваска называется. Для этого нужно время. И мудрецы говорили, что не нужно тратить время на закваску, сделайте самый простой постный хлеб. Вот этот постный хлеб называется маца. Евреи в знак памяти о том, как они в спешке покидали Египет, они до сих пор в наше время при праздновании Песоха едят эту мацу. Это вот такой скромный постный хлеб. Кстати, здесь очень символично, вот что я еще хочу сказать. Смотрите, как получается. Хлеб пышный, дрожжевой, там, вкусный или сдобный, который можно было делать, находясь дома, да, но это был хлеб рабства, хлеб не свободы. А вот этот простой сухой хлеб, может быть, он не такой, конечно, вкусный, но он все равно казался вкусным, потому что это был хлеб свободы. Вот один из символов Песоха, это, конечно, поедание вот этого скромного постного хлеба мацы. А вообще в Песохе есть четыре основных смысла, которые несет этот праздник. Первый смысл, вот то, что я говорил, поедание мацы или поедание вот этого пресного хлеба, оно так и называется, хак амацот, вот это одно из символических празднований Песоха, да, это в знак вот этой свободы, которую евреи приобрели, да, тяжело, да, это было нелегко, но тем не менее. Второе значение заложено в самом названии Песох, само слово обозначает миновал, прошел мимо, то есть то, что я рассказывал до этого, то, что смерть прошла мимо еврейских домов и не забрала их детей, не убила их детей, вот это и есть состояние Песох, да, то есть смерть прошла мимо. Третье символичное значение Песоха называется хак авив, это просто праздник весны, вот он начинается с захода солнца 8 апреля и будет праздноваться в Израиле 8 дней. Это название авив, это как раз название месяца. И последнее символичное значение Песоха называется хак ахирум, праздник свободы, вот то, о чем я говорил, что это в целом было освобождение, выходом народа или, как говорят, рождением народа. То есть до этого это были какие-то пророки, рассказывающие о том, что Бог один, они пытались, во-первых, свою семью держать там в чистоте, что касается кошерной пищи и так далее, но с момента выхода из Египта родился еврейский народ, то есть когда все они видели, как раступилось море, как Муше зашел на гору Синай и принес закон Тору, пяти книжек и так далее, вот весь народ наблюдал этот процесс, и это и было рождение еврейского народа. Когда не осталось никого, ни одного, кто бы мог сказать, нет, я это не слышал, я это не видел, они все участвовали в этом исходе. И сорок лет находились они в пустыне, прежде чем последний человек, рожденный рабом в Египте, умер, и тогда новое рожденное поколение, или те, кто маленькими, вышли из Египта, свободные люди достигли земли Израиля. Вот эти сорок лет, и вообще число сорок, в еврейской традиции имеет важное значение, оно обозначает, как переход в новое состояние. Ну, например, у евреев говорится, что человек, его душа через сорок дней покидает пределы земли, то есть еще сорок дней находится где-то близко, рядом с домом, с телом, затем полностью уходит в другой мир. Женщина носит ребенка сорок недель, переход в принципиально другое состояние, да, из одного человека получается два, и сорок лет в пустыне, и та же самая история, рабский народ освобождается от последних остатков рабского мышления и представления, и входит в землю свободным народом, рождается новый народ. Вот это с точки зрения теологии, это с точки зрения еврейского представления об их истории. Совершенно не важно, верит ли кто-то в Бога сейчас или нет, мы должны понимать, на основе чего вообще строится представление евреев о мире, какую роль они несут, и чем, собственно говоря, они занимаются все свое время существования. По сути, они считают, что им был дан этот закон, и затем в измененном виде эта же самая Тура вошла в основу Корана, и она вошла в основу Библии, то есть основная цель была донести слова Бога или представление Бога о людях всем народу. И вот евреи как раз-таки этим все эти годы занимались. Для тех, кто испытывает какое-то неприятие в отношении слова «избранный народ», этим людям я советую посмотреть на это слово иначе. Русский язык, я еще раз говорю, он несовершенен, он до конца не доносит значения слова. В немецком языке это слово «избранный» звучит как «ауссервельте». И вот если буквально переводить это слово не по смыслу, как просто «избранный», а смотреть в его этимологию, то скорее это слово переводится как «выбранный», «аусс», это «выбранный из какого-то большого количества». Вот если у вас есть проблемы со словом «избранный», потому что многие думают, ну вот евреи называют себя избранными, соответственно, все остальные народы какие-то хуже, или они какие-то недонароды, или еще что-то, это неправда. Если вы замените в своей голове слово «избранный» на слово «выбранный», «выбранный» из числа множества других, я думаю, что вы сможете заключить, не знаю, свой внутренний мир с еврейским народом, по крайней мере с ортодоксальной его частью, которые все еще верят, что их цель заключается в донесении вот этой основной мысли, идеи Бога до всех остальных людей. Для этого они выбраны. Выбраны для сохранения Божьего закона. Так ли это или нет? Еще раз, каждый решает за себя. Но возвращаясь к теме ролика, как вы видите, празднование Песах, поедание постного хлеба, воспоминания о том, как смерть прошла мимо этих людей, радость по поводу того, что народ сохранился, освободился, вышел из Египта и так далее, ничего общего с празднованием в православном или христианском смысле с Пасхой, которую называют, все равно продолжают называть Пасхой, не имеет. Если у вас лучшие умственные способности, чем у меня, и вы мне сможете объяснить, почему, например, православные заимствовали слово, но не заимствовали традицию, то объясните мне, как связано крашение яиц или, наоборот, печенье такого вкусного, сдобного теста с постной мацой, то есть хлебом свободы. Здесь как будто наоборот даже происходит такое своего рода издевательство на традиции. Если евреи ели постный хлеб и говорили, что вот это и есть хлеб, который сопутствует этому моменту перехода, то все остальные, наоборот, напекают какие-то караваи, идут с этими караваями в церковь, что-то там поливают их водой. Вот мне кажется, за этой традицией, просто повторением одного и того же не стоит никакая смысловая часть. Вот чем и отличается празднование Пасхи в той же России, например, во всех остальных христианских странах от настоящего праздника Песаха. И еще раз, если вам угодно принимать меня за еврея, ради бога принимайте. Я в силу того, что много лет штудировал на этом факультете, я вынужден был изучать историю еврейского народа и еврит немножечко, по крайней мере, на уровне понимания. Я могу прочитать некоторые еврейские слова. Как и думаю большинству грамотных, образованных людей, мне до сих пор неприятно видеть, как малообразованное, просто какая-то такая быдляцкая прослойка в России продолжает приписывать этому народу все вообще возможные грехи, какие только можно приписать. Например, говорят такую чушь, что там, не знаю, массу замешивают на крови бладенцев. Это до такой степени доисторическое, какое-то древнекаменное представление вообще о еврейских традициях, что невозможно об этом молчать. Я надеюсь, что когда-нибудь мы доживем до времени, когда мы избавимся от особого отношения к евреям и будем их воспринимать как одного из множества, множества интересных народов, населяющих нашу планету. Сама по себе культура еврейского народа необыкновенно интересная. Много лет погрузившись в нее, я нахожу ее одной из самых самобытных, ни на что не похожих, начиная от алфавита, от букв, еврита, то, насколько гармоничен этот язык, вплоть до традиции, где все, буквально все, каждое слово, каждый шаг расписано и объяснено. Иудаизм вообще говорят, что это религия для умных, потому что евреи, в отличие от христиан, говорят, что то, во что ты веришь, ты должен понимать. Изначально ты должен понимать все от начала и до конца. Если у тебя есть какие-то вопросы, ты всегда найдешь ответы в Торе, а если что-то ты не нашел, обратись к раввину, то есть раввин это учитель, и тебе объяснят. Но просто тупо ходить, не знаю, отвешивать кресты, целовать какие-то иконы, ставить какие-то свечи, не понимая, для чего ты это делаешь, в еврейской традиции это исключено. И вот это отношение в том числе мне симпатично. Я против каких-либо религий, потому что они разделяют людей скорее, чем они их объединяют, но если говорить о каких-то религиозных традициях, то, по крайней мере, я считаю, человек должен понимать то, что он делает, для чего он это делает и почему он это делает. Поэтому при праздновании следующей Пасхи подумайте, господа хорошие, чем вы занимаетесь. Лично я никогда Пасху не праздную, для меня это не праздник, никогда в моем доме нет никаких крашеных яиц, никаких караваев, потому что это еврейская традиция, и уж если ее праздновать, то, наверное, нужно быть как минимум евреем, и нужно отмечать этот день так, как он был задуман, и с тех пор отмечается еврейским народом, как радость освобождения от рабства. Уж явно не поедание куличей и крашеных яиц. Надеюсь, в вашей жизни здравомыслие после этого ролика чуть-чуть прибавилось. Может быть, не у старого поколения, они вряд ли способны отказаться от традиций, но молодые, те, кто только начинают жить, возможно, они, как и я, откажутся от глупого повторения вещей, которые на самом деле не несут ни малейшего смысла и очень далеко ушли от оригинала. На этом все. Всего вам доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова